Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машико. Сегодня готовим очень вкусное, простое блюдо. Фаршированные кабачки в духовке. Такое блюдо станет украшением любого повседневного стола. А также будет приятным сюрпризом для гостей. Давайте приступим! Самый главный ингредиент этого блюда, естественно, кабачок. Кабачок у меня большой, я буду его использовать для приготовления двух разных блюд. Кабачок я предварительно помыла, очистила от кожуры и сейчас нарезаю тонкими кольцами. Толщина каждого кольца примерно 5-6 мм. Нарезаю на кольца, а затем мне нужно будет выскоблить середину, делая стенки не меньше 7-8 мм, до 1 см. Вот видите, нарезали, а затем мы будем вот эту середину вырезать. Даже если кабачок у вас совсем молоденький, все равно придется вытащить середину, потому что кабачок мы будем фаршировать фаршем. Кольца побольше я буду использовать для этого блюда, которое я готовлю сегодня, а кольца поменьше буду использовать для другого блюда, которое также у меня появится на канале. Обязательно следите за новыми видео. Теперь у каждого кольца нам нужно вырезать середину. Для этого нам понадобится маленький острый нож. Аккуратно прорезаем и затем удаляем. Середину можно удалять также с помощью ложки, то есть используйте или нож, или ложку, то, что вам более удобно. Вырезанную мякоть кабачка, естественно, выбрасываем. Она нам не понадобится. Нам понадобятся кольца. Кольца можно еще немного подправить ножом, но поверьте, когда вы их нафаршируете фаршем, все маленькие изъяны абсолютно исчезнут, и они не будут видны. Далее кольца кабачков выкладываем на доске и хорошо посолим. Оставляем их на доске примерно на 15-20 минут, для того, чтобы они отдали лишнюю жидкость. К говяжьему фаршу добавим лук и чеснок, которые я предварительно измельчила в блендере. Измельчила в блендере для того, чтобы лук и чеснок отдали больше сока, и тем самым начинка у нас получилась более нежной и деликатной. Особенно это нужно для говяжьего фарша. Для связки фарша добавим одно яйцо. И затем у вас есть выбор. Либо взять два кусочка белого хлеба, отрезать корочки, замочить в молоке, отжать от молока и добавить в фарш, либо сделать, как делаю я. Добавить сухие хлебные крошки, а также добавить 4 столовые ложки сливок или молока. У меня довольно-таки большая порция фарша. Это потому, что я сразу готовлю фарш для двух блюд. Но в описании ингредиентов я вам буду давать количество ингредиентов непосредственно для этого блюда. Соль и перец добавляем по вкусу. Также вы можете добавить свою любимую зелень, предварительно ее измельчив, и ваши любимые специи. То есть здесь можно фантазировать. Затем фарш хорошо вымешиваем руками. Вот такая вот начинка у нас получилась. Откладываем ее в сторону и затем займемся другими ингредиентами. Сегодня я фарширую кабачки в мексиканском стиле, поэтому нам понадобится перец халапиньо. Он не слишком острый, поэтому можете смело его добавить. Если не любите острый перец, можете его не добавлять. Если любите сладкий перец, добавьте сладкий перец. Но на мой вкус халапиньо здесь очень хорошо вписывается. Семена халапиньо я предварительно убрала и нарежу его кольцами, либо можно просто мелко измельчить, как вам больше нравится. Для этого блюда я буду использовать консервированную измельченную кукурузу в кремовом соусе. Если у вас такой кукурузы нет, можете использовать обычную консервированную кукурузу. Противень я застелила фольгой и смазываю его растительным маслом, для того, чтобы кабачки не прилипли. Начинаю фаршировать кабачки. Чтобы фарш не лип к рукам, смачиваю руки холодной водой и затем отщипываю небольшой кусочек фарша. И затем все очень просто. Кладу этот маленький колобок в середину и теперь ладошками надавливаю с обеих сторон, для того, чтобы фарш приобрел плоскую форму с обеих сторон. Но фарш должен чуть-чуть выступать на стенке кабачка, потому что в процессе готовки сам кабачок уменьшается в размере, а также уменьшается в размере и фарш. И для того, чтобы начинка не выпадала, сделайте так, чтобы фарш немного выступал на стенке кабачка. Давайте покажу вам еще раз. Все очень легко и просто. Вот так. Начинка хорошо держится и не выпадает. Сверху фарш смазываю томатным соусом. Томатный соус обязательно должен быть густым, можете брать любой томатный соус по своему усмотрению. У меня сегодня это соус маринара. Сверху на соус кладу 1 чайную ложку измельченной кукурузы. Видите, кукуруза такого кашеобразного состояния. Из такой кукурузы, кстати, получаются очень вкусные несладкие оладьи. Обязательно покажу вам рецепт на канале. Сверху на кукурузу кладу 3 колечка перца халапино. Можно меньше, можно больше. Все зависит от ваших вкусов. Сверху пересыпаем сыром. Примерно 1 столовая ложка тертого сыра для каждого колечка. Можете использовать любой сыр, какой вам нравится. У меня это смесь сыров Tax Max. Для мексиканской кухни мы ее очень любим, поэтому я часто ее использую. Кабачки отправляем в духовку запекаться. Примерно на 25-30 минут. Температура духовки 190 градусов Цельсия. Ну вот наши фаршированные кабачки в духовке в мексиканском силе готовы. Приятного всем аппетита! Подаем такие кабачки как самостоятельное блюдо с любимым соусом и салатом. Готовьте только с удовольствием и с хорошим настроением. И у вас обязательно все получится. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал. Делитесь видео с друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока!